Не знаю, насколько меня слышно, я пока жду подругу, хожу по золотому яблоку, и я ищу себе тушь, потому что моя тушь Estée Lauder закончилась, кстати, которую подруга подарила. Вот, и я хожу в поисках новой туши, и мне очень понравился набор L'Ora Mercier, он лимитированный новогодний, там в наборе еще карандаш для глаз, очень красивый, стоит 1700, а тушь Estée Lauder стоит 2300, по-моему, и еще в Dior, сейчас скидки на туши 50% стоит вот 1300, вот я думаю, блин, а я сегодня праздник не собиралась, конечно же, до какого акция дня, они мне не скажут. В общем, я в раздумьях. А еще я сегодня утром хотела накрасить себе губы карандашом NYX трюфель, который я очень люблю, обыскала весь дом и не нашла, и вот я стою в NYX и не поняла, мне покупать, наувы, такой же карандаш или нет. Вот, я не могла найти его просто все утро. И вот еще масло для души по моей скидке, точнее, мое любимое масло по хорошей скидке. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Натурально получается. Субтитры делал DimaTorzok 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 Можно в Инстаграме посмотреть просто. Ну, в основном, главное посмотреть. Субтитры делал DimaTorzok 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 В общем, мы пришли в ресторан HookendoTorzok λιопонук И мы собрались идти в третьем месте Но оно закрыто по вторникам Я вообще не понимаю, как какое-то заведение может быть закрыто по вторникам. В общем, слава богу, у меня всегда под рукой мои сохранёнки, когда сходить в Питер, и поэтому мы недолго думали, и тоже недалеко от детей, но мы пришли сюда, здесь было очень красиво. Заказали себе две пиццы, мы ждём. Потом я ещё хочу затащить Юлю попить мачо, но у меня мало времени. Поэтому я не знаю. А самое обидное, что я оделась под антураж третьего места. У меня такой сафари-лук. Там как раз песок, деревянные лежаки, и я там хотела пофоткаться, и не вышло. Друзья, всем приветик. Здесь у меня 550 грамм арбуза. Я его засунула в морозилку перед тем, как выйти из дома. В Питере какая-то аномальная жара, 33 градуса. И я вообще не могу ничем заниматься. Я себя чувствую полной амебой. Я тяжело переношу такую жару, не только в Питере, вообще в любой стране, куда я еду отдыхать. Я недавно выложила в сториз свой отзыв о купальнике Айрн Б. Амиронова. Это, конечно, полный трэш. И, знаете, я помню, то ли в видео я это упоминала, то ли я писала в инстаграме, что у меня был приток аутсом, который скатался, и ребята дважды выходили с меня на связь. И первый раз они мне предлагали сертификат на 3000 рублей, но я про него забыла, не использовала, мне ничего в калцам не нравилось. И спустя два года, когда я записала видео про пальто в инстаграм-сториз, как выбрать пальто, и тоже упомянула, что у меня катышки на 100% шестяном пальто, они опять вышли со мной на связь и предложили обменять старое пальто на новое с доплатой. Ну, то есть, вы знаете, что бежевое пальто мое, и с калцем, здесь прикреплю картинку, оно куплено за 6-100 тысяч рублей, ну, то есть за половину стоимости. Да, конечно, бежевое пальто мне тоже не особо нравится, у него оно колючее, у него свои минусы, у него сразу оторвалась пуговица, я ее перешивала в ателье, она оторвалась еще раз. В общем, просто, ну, не самое удачное пальто. И я в то время думала, что они как бы, ну, ну, они меня бесили, короче, очень. Даже несмотря на то, что они мне предложили новое пальто, они мне привезли его курьером, новое пальто просто было тоже не супер-вау, но это проблема производства, да, но это не проблема клиентского сервиса. А здесь я обратилась в службу поддержки, написала, что у меня вот такая ситуация. Мы вчера с Сашей ездили поплавать, позагорать в спа-отель Терриоке, и к этому моменту как раз приехал купальник Айрон. Я его заказала ночью, в пятницу, что ли, а в воскресенье вот мы ездили, он успел приехать, значит, доставкой ко мне. Саша его забрал с почты, ну, со СДЭКа точнее, и мы сразу поехали с ним туда за город. Я распаковала его уже по факту в примерочный, он был вообще отлично, мне очень понравился. Моему счастью не было предела, потому что я очень давно хотела этот купальник. Я в прошлом году еще на него положила глаз, он вечно был распродан. В общем, тут он наконец-то появился, у меня как раз были деньги, я его купила. И предварительно, конечно, я его померила в магазине, вы, может, видели в сторисе, я, правда, мерила белье. Вот. И, значит, плаваю, я купаю, все отлично, супер день. Тут я лежу на лежаке, начинаю опять вот посматривать свой купальник, и понимаю, что на нее какие-то зацепки, нитки лезут, и вообще какая-то ерунда. Но, как вы понимаете, когда ты проводишь время в бассейне, лежишь на лежаке, ты чисто физически не можешь как-то его порвать, ну, то есть зацепиться за что-то. Потому что ты не в походе, блин, я вообще не понимаю, как можно так зацепиться, чтобы испортить купальник. У меня первый раз такая ситуация, купальников у меня в жизни было, ну, много. И даже самые дешманские так себя не вели. И я очень расстроилась, и, конечно же, написала в службу поддержки, на что мне ответили, что брака у них нет, что дефекты были получены в процессе носки. Соответственно, у меня вопрос, из какого говна сделан купальник, что он в процессе носки распускается просто на нитки. Ну, то есть, даже вопрос не в этом. Я сейчас рассказывала про кальцем, про кальцем, и рассказываю вам про айрон. И вот разница. Первые действительно оставили клиента довольным, отправили ему курьером новое пальто. Да, я за него заплатила деньги, но в любом случае они сделали хоть что-то. Айрон же сказали, что, ну, грубо говоря, открестились и послали. Хотя, в чем проблема, подарить хотя бы курс, да, например. У них же не только одежда спортивная и белье. Можно же просто подарить, например, бесплатный курс или скидку на курс, потому что если бы они, например, подарили мне сертификат какой-то на айрон, возможно, я бы им не воспользовалась, потому что я уже не доверяю айрон и не верю в их качество. И вообще очень сильно разочаровалась. Но курсы, курсы я тоже их люблю и проходила. И я вот хотела бы вообще приобрести курс по растяжке спины. И тут вот такое. Ну, то есть для меня это непонятно. К тебе клиент приходит и говорит, что вот, ваш купальник разошелся, у него нитки торчат, тут зацепки, откуда, непонятно. Причем в разных местах. И, ну, для меня это шок. И так сказать, что, типа, до свидания, вы виноваты сами, ну, окей. Я понимаю, бывает такое, да, например, из Зары бывает, ты купил футболки, постирал их, на следующий день там на них дырки. Я понимаю, прекрасно, но купальник. Вот как. Ну, в общем, я очень расстроилась. И девочки мне тоже начали писать, что было такое с лосинами, и худи там херово сделан. Честно говоря, для меня это был полный шок, потому что я не ожидала такого, ну, не знаю, как ты доверяла Насте, она позиционирует тебя, как такой честный, открытый предприниматель, такая бизнес-вумен, и качество, и все дела. Ну, в общем, для меня это дикость, и ладно, окей, у тебя некачественный продукт, но зачем так с клиентом обращаться, ты же можешь как-то загладить свою вину. Ну, то есть я по факту купила купальник за 3 500, и надела его на 3 часа, и он сразу пришел в состояние, как будто я ношу его третий год. Это, ну, по-вашему, нормально? Я понимаю, что я могла, в принципе, его сама где-то порвать, задеть, написать в поддержку, но, камон, ну, кто будет специально рвать новый купальник? Даже если у меня, допустим, если я бы порвала его случайно сама, ну, у меня бы наглости не хватило написать, что это якобы их вина, да и к тому же это было бы супер глупо и странно, ну, то есть это было бы, мне кажется, очевидно, если бы я его сама порвала. Что я вам еще хотела рассказать? Я же сделала вакцину от коронавируса, обещала поделиться своими эмоциями, своим самочувствием. Все прошло хорошо. Ночью того же дня у меня немножечко подняла температура, 36,9. И, в принципе, это было, ну, достаточно ощутимо. У меня был зноб ночью, у меня ломило тело, суставы, мышцы, у меня дико болела рука, в которую кололи, она болела настолько, что я не могла ей прям двигать. И, причем, это болели не мышцы, а болело именно место укола, ну, как-то эта боль как-то распространилась на всю руку. Блядь. Вот не люблю сидеть под деревьями, потому что все время что-то падает, и я боюсь, что это какие-то жуки. Понятно, у меня была слабость. В принципе, это все. То есть, в принципе, никаких таких последствий жестких не было. Я очень боялась температурой, ее, слава богу, не было. И второй раз я буду колоться 2 июля, это через 2 недели, в субботу. Второго раза я вообще не боюсь, потому что если первый так гладко прошел, значит, второй вообще будет чики-пуки. Попробовала мороженое, которое давно-давно хотела попробовать. Вот такое, да, сейчас там наплеванное семечко от арбуза. Это О12, протеиновое мороженое, кокосовое. Честно говоря, я ожидала немного большего, но я просто так говорю, потому что я увидела в магазине, сколько оно стоит, и, честно говоря, прифигела. Я купила его в Азбуке Вкус, оно стоило 200 рублей. А знаете, сколько тут грамм? 75, друзья. Во Вкус Вилли мороженое протеиновое 75 грамм стоит 100 с чем-то рублей. Существенная разница. И оно как бы вкусное, проблем нет никаких, но мне показалось, что оно немножечко сладковатым. Во Вкус Вилли, к сожалению, как бы и не к сожалению, и не к счастью. Мне нравится во Вкус Вилли протеиновое мороженое, слава богу, что оно там есть. Оно действительно не калорийное, там действительно много белка, а не как, знаете, там протеиновый батончик, ты смотришь, там белка типа 8 грамм. И ты такой, зачем вообще? Мне не нравится, что во Вкус Вилли есть шоколадное протеиновое мороженое, но оно без сахара, оно горькое. Типа, почему нельзя положить сахар, ну хорошо, не хотите текла сахар, положите стевию. Ну то есть мороженое реально горькое, кайфа никакого нету. Вот, мне вот это только не нравится. Фу, голубь. Фу, два голубя. Мне навижу голубей. В субботу мы плавали на сапах. Я, кстати, вот не знаю, когда мне вставлять эти кадры, мы просто плавали с GoPro. Мне вставить их до этого, с пичу моего или после. Скорее всего я ставлю после, потому что я сейчас об этом расскажу, и вы увидите, как это было. Нам, в принципе, понравилось. Это не особо такой активный вид спорта. То есть порой может быть скучновато. Но если вы будете плавать по Ниме, то по Ниме прикольнее, потому что приплывают мимо разные катера, яхты, они делают такие огромные волны, и на них прикольно качаться, немножечко страшно. Так что, в принципе, советую вам, если вы хотели покататься. Сейчас какая-то мода на них пошла. В Питере прям очень много этих сапов. Да и в Москве тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В общем, что еще хотела рассказать. Я думаю, уходить с физикла остался последний месяц, и, честно говоря, немножко жаба душит, платить практически ни за что. Еще 7 тысяч рублей. И я в таких раздумьях сейчас, вы бы знали. С одной стороны, физикл дополнил какую-то мою картину мира, картину фитнеса, калорий и так далее. С другой стороны, я это все знала на 80%, о чем они рассказывают. Если вам интересно будет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я запишу отдельное видео большое про физикл, чтобы вы знали, стоит туда идти или нет, что он вообще из себя представляет, помогло мне или нет, что я из этого почерпнула, что я нового узнала. У меня есть результат, но он точно такой же, как когда я худею самостоятельно. Единственное, конечно, я не срываюсь. Я научилась контролировать свои зажоры. Короче, мне как бы это помогло, но с другой стороны, я чувствую, что дальше мне ничего нового это не даст. И, типа, бывают дни, когда я ем не дома, и меня на самом деле дико раздражает, что наши рестораны и кафе настолько кладут болт на технические карты, хотя это незаконно их не иметь, скажем так. И даже дело не в этом. Даже когда тебе приносят техническую карту, ты понимаешь, что ее считали просто от балды, что написали просто так, как хотели. Ну, то есть, вот недавний был случай. Мы с Алиной были в ресторане гастроли на Пестеле. Я, опять же, вот выложила пост, можете почитать. И мне принесли техкарту, а я заранее, вы знаете, я заранее планирую все свое меню, что я буду есть. Увидела у них меню, что есть треска, блюдо с треской. Я забила себе примерно 100 грамм трески, там, картошки и так далее. Получилось где-то 22 грамма белка. Я прихожу, мне приносят техкарту. Я смотрю на калорийность данного блюда и вижу, что белка там 11 грамм. 11 грамм, то есть, если взять отдельно треску, 100 грамм, это будет 22 грамма белка. Ну, примерно, да, я же сейчас без телефона, я не знаю, сколько конкретно. У них написано 11. Понимаете? При этом у них там какой-то сливочный мусс из молока или сливок, которые тоже белковые. Но при этом на все блюдо 11 грамм белка. Зачем так делать? Я понимаю, вам лень посчитать. Но зачем она тогда у вас вообще есть? Врите, как многие рестораны, что... Ой, у нас новое меню, мы еще не успели посчитать, поэтому извините. Вот тоже мы вчера были в рейстике. И как бы раздражает безумно. И вот, почему я это бываю. Дни, когда я ем не дома и, например, не могу добрать белок. Или перебираю на несколько калорий, там на 100, например, да. И я скидываю это все куратору, потому что у каждого в проекте есть куратор. И она говорит, ой, что-то так мало белка, а чего так? Я думаю, господи, я и так вижу, что я не доела белок, я и так расстраиваюсь. Я вижу, что я переела. И вот эти ее вопросы, отчего так мало? Ну а почему? Я думаю, что, блядь, почему так случилось? Я не доела. Так бывает. Бывает так, что в ресторанах оказалась порция меньше или порция больше, или там еще что-то. И то есть нужда в кураторе максимально сводится к нулю. Я понимаю, если бы какой-то человек пришел в проект, который вообще не бум-бум, что происходит. Ему нужна мотивация, 24 на 7 какая-то поддержка. Но камон, я и так заполняю дневник питания, я и так вижу, что я не добираю белок. Или что-то еще, или там не доедаю овощей. Меня дико раздражает это все, и меня бесит, что я должна скидывать каждый день свой отчет. При этом все, что она делает, это говорит мне, вау, молодец, ты съела офигеть того-того-того, как нужно. А когда я этого не делаю, она говорит, а чего так? Ну то есть... Остальное, конечно, я расскажу все в отдельном видео. Я еще думаю, снимать его или нет. Я просто боюсь, что я сниму это видео, и оно как бы по факту будет таким же популярным, как видео про акне. То есть оно такое точечное. Кто-то борется с акне, посмотрит мое видео про акне. Кто-то хочет похудеть, посмотрит видео про физикл. Остальные этого не сделают. Наверное, я буду заканчивать часть влога в этой локации. По каким-то странным обстоятельствам, каждый влог я захожу в H&M, потому что я видела комплект, который мне очень понравился, и я хотела его примерить. Но, наверное, сейчас покупать не буду. Такая вязаная футболка, и к ней шорты. Взяла в двух цветах, померят разных размеров. Так, первый комплект. На мне пола S, и шорты тоже S. А, нет, пола на мне XS. И мне нравится этот комплект. Шорты, по-моему, отлично сидят. А вот пола надо брать побольше, но как-то оно все вместе не смотрится, если честно. Надо пола, наверное, пошире брать. И тут еще здорово, что на шортиках есть вот такая подкладка. То есть, ничего просвечивать не будет, но при этом на коричневых такого нет. В общем, здесь на мне пола S. На мне гораздо больше нравится, оно шире. Ой, так, надеюсь, я, кажется, ничего не зацеплю. Ну, шорты на мне M. И они сидят очень классно, но они, конечно, не большие. То есть, они затянуты максимально. И мне нравится, что у них шире штанишки сами. Вот. Как бы, не знаю, как еще объяснить. Те прям, ну, у них кровь такой прямой. И поэтому, конечно, нужно брать размер больше, чтобы они были такие больше летящими. Но очень сильно затянуло. То есть, вот ситуация, если я их развязываю. Как бы, вот. Как бы, вот так. Это, конечно, не дело. Поэтому M большевата. Ну, вот S джемпер точно супер. И я не знаю, как мне цвет нравится больше. Вообще, вроде как и бежевый, белый хороший. Ну, и коричневый тоже. И он более универсальный. Такой вот обзорчик. Я не знаю, как так получается. Все время, когда я захожу в H&M, я хочу просто что-то померить. Это заканчивается тем, что мне это нравится. И я хочу это купить. В общем, я, наверное, возьму белый сет. Поменяла размер на S. И хожу в поисках еще чего-нибудь. Потому что у меня сертификат со скидкой 10%. Но она действует от 2500. А тут комплект стоит ровно 2000. Поэтому хочу что-нибудь еще взять, чтобы была скидка. В общем, искала мужскую футболку. Либо себе, либо Саше. Но тут вообще я ничего не нашла. Так что, возможно, просто возьму этот комплект и все. Сейчас посмотрим что-нибудь еще в женском. Но как-то мне ничего не понравилось. Записываю вам видео, чтобы рассказать, куда я сейчас направляюсь. Постараюсь там снять что-нибудь, показать вам. Если я, конечно, хоть встану на доску, а не буду просто падать. Мне очень интересно, что из этого получится. Потому что я ни разу не каталась на доске. В этом влоге будут серфы. Продолжение следует... Продолжение следует... Привет, мои пупсики. Сегодня следующий день после серфов. Я сейчас приехала на маникюр. И так как я хожу в Эльтренде на Московском, приехала специально заранее, чтобы прогуляться здесь в парке Победы, в котором я вообще ни разу не была. Поэтому сейчас я здесь. После вчерашнего чувствую себя супер ватной. У меня болят руки. У меня синяки на локтях. В общем, у меня еще синяки на коленках. Полный комплект. Но самое ужасное, что у меня очень болит шея. Я вчера упала. Прям как-то жестко ее повернула. И я сейчас ей не могу толком крутить. Я ужасно спала из-за этого. В общем, я начинаю переживать. Саша тоже там уже тревогу бьет. В общем, кажется, он меня запишет в крачу. В общем, он хочет меня отвезти к травматологу. Может, рентген какой-то сделать. Я не знаю. А, короче, стрёмно это все. Поэтому если вы какая-нибудь хрупкая, худенькая девочка, которая вообще толком не занимается спортом, то я вам вообще не советую идти на искусственную волну. Потому что это очень-очень жестко вас несет, вас прибьет. И, короче, это не самое приятное последствие после такого развлечения. Но вообще хотела рассказать, что нам, в принципе, очень понравилось. Саша так вообще в восторге. Он уже планирует второй поход. Я сначала... У меня не получалось. Я сначала очень расстраивалась. Я просто падала постоянно. Потом у меня начало получаться просто стоять. Я не понимала, как мне поехать в разные стороны, снизу вверх. Там я просто стояла на одном месте и понимала, что, чтобы закончить, грубо говоря, чтобы спуститься с доски, мне нужно грохнуться. И опять меня снесет волной. Меня это дико раздражало, потому что я хотела либо подняться, либо спустить, нужно на доске съехать нормально. А я не могла этого сделать, потому что я не понимала схему, методику, как управлять доской. Это реально сложно. Потому что ты, когда на нее встаешь, это такие ощущения, которые ты не испытывал никогда в жизни. И... Ну, то есть ты как будто... Это как гравитация какая-то. То есть ты испытываешь это впервые, и ты не сталкивался с этим ощущением до этого. И поэтому тебе жутко все непривычно. Если изначально... Ой, у меня так устало плечо. Попробую снять так. Я сейчас записала. Думала, что я записала. Где-то пять минут своего разговора. А камеру забыла включить. В общем, у меня очень болит плечо. Поэтому буду снимать снизу. Извините. Реально очень болит плечо. Я не понимаю. Почему? Потому что... Ну, то есть, блин, я не гребла веслами какими-то. Я не держалась там ни за что. Что я даже... Как вообще, я думала, он будет проходить наш урок? Я думала, мы будем как-то на этой волне сначала лежать на серфах. Подплывать как бы к самому потоку. И вставать потом на него. И пытаться серфить. Но, как вы видели, все было совсем иначе. Хотела бы рассказать про падение. Сначала мне было очень страшно, что я буду падать, и мне будет очень больно. Но, по факту, боль, которая у меня есть, осталась после этого дня. Она проявилась сейчас, на следующий день. То есть, синяки, какие-то ссадины. Но, в моменте тебе не страшно падать, потому что больно. Тебе страшно падать, потому что это максимально резко происходит. Внезапно, неожиданно ты этого не ожидаешь. Потому что ты качаешься на волнах, и одно неловкое движение, и ты уже летишь вниз. То есть, ты этого не ожидаешь максимально. Это не, знаете, это не как ты там едешь на велосипеде, видишь шишку, понимаешь, что если ты сейчас там наедешь или на камень, то ты упадешь. Тут как бы ничего не предвещает беды. Просто дернулся и упал. И, конечно, самое страшное, когда ты не успеваешь там перестать дышать, или просто даже не успеваешь сгруппироваться. Потому что это настолько резко, настолько быстро все происходит. Просто даже моргнуть глазом серьезно не успеваешь. И вот это самое страшное для меня было, потому что ты не знаешь, как до этого ожидать. И ты не можешь подготовиться ни психологически, ни физически никак. Напор воды крайне, крайне мощный. Один раз я пыталась спрыгнуть с доски, чтобы не падать. Стою я на доске. Я понимаю, что я просто стою. Ну, достаточно хорошо. И я не понимаю, что мне дальше делать. У меня не получается ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз. Я... У меня в голову пришла просто гениальная идея. Я думаю, я спрыгну. В общем, я, конечно же, спрыгиваю. Я буквально полсекунды пытаюсь устоять на ногах. И меня просто, мне в лицо бьет эта огромная струя воды. И я просто плашмя падаю. И меня сносит наверх. Какой итог я хочу подвести? Это страшно, но это интересно. Это очень необычно. Потому что это чувство, которое... И ощущение, которое ты не можешь нигде испытать в другом месте. Что еще хотела вам рассказать? Чем поделиться хотела? У меня в планах есть сделать себе много новых татуировок. И, честно говоря, когда я говорю много новых татуировок, я имею в виду не обо что, какой-то рандомайзер. А у меня, честно говоря, уже есть готовый проект, который я бы хотела сделать в разных местах, в одном стиле. Я уже написала тату-мастеру, заплатила ей деньги за эскиз. Жду эскиз в ближайшее время. И, скорее всего, уже 18-го числа буду делать тебе первую тату. Честно, я внашивала эту идею очень давно. Уже где-то с осенью. Мне начали нравиться разные идеи. Я собирала большое количество референсов на Пинтересе. Я долго обдумывала, как я хочу это воплотить. И пойдет ли мне это. И, честно говоря, мне очень нравится то, что я выбрала. То, что я хочу себе сделать. И Саше очень нравится. И единственное, я не знала, как объяснить. Знаете, какое-то чувство самозванца появляется. Я пыталась рассказать Саше, что я ощущаю, блин, так красиво. Подождите, сейчас сфоткаю, вернусь. Здесь я прикреплю картинки девочек татуированных. Чтобы вы понимали, я не эти татуировки хочу делать. И они будут вообще другими. Но смысл такой, что мне нравится, когда на девушках вот столько татуировок. Как бы ни много, ни мало. Они такие миниатюрные, красивые. И, короче, мне нравится эта эстетика. То, что я хочу сделать, я вам пока не покажу. Во-первых, у меня еще нет точного эскиза. Ну и просто не хочу сейчас раньше времени рассказывать и показывать все. Все эти девочки на картинках с такими тату, они все такие, знаете, как девочки из фильмов. Такие все загорелые, такие модные. У них такие татухи. И они, знаете, как такие девочки с океана, такие, приехали, не знаю, из Нью-Йорка. И ты на них смотришь, такой, да, им идет. Типа, это классно. Я начинаю почему-то сравнивать себя с ними и думать, что мне не пойдет. Ну, то есть я, типа, недостаточно какая-то крутая. Ну, грубо говоря. Я думаю, вы понимаете, что вы. Я там слишком, не знаю, простая для этих тату. А не будет ли это смотреться колхозно? Ну, знаете, это как из разряда. Я не буду надевать вот этот лук, потому что он слишком стильный. Типа, куда я так пойду? Ну, вот, я не знаю, Саша мне говорит, что это все полный брег. Ты как-то себя принижаешь. У тебя реально какой-то странный синдром самозванца. Ты наоборот, типа, стильный, крутая, ля-ля-ля. И тебе, наоборот, очень пойдет. И вообще крутые тату. Ну, а я как бы, мне как бы капец нравится. И я бы себе сделала. Но я почему-то боюсь. Вроде как мне хочется. Мне очень хочется. И мне они нравятся. Правда нравятся. Но я переживаю, что они как будто будут отдельно от меня, потому что что-то там у меня в голове вот с этим связанное. Я знаю, что я ужасно объясняю. Я, в принципе, плохо разговариваю. Я надеюсь, вы поняли, о чем я. Я надеюсь, что это дурацкое чувство в моей голове не переубедит меня, а точнее не заставит меня отказаться от того, что я хочу сделать. Выхожу из парка и пойду на маникюр. Надеюсь, вам понравились мои истории про серф и про тату. В общем, сегодня у нас будет окончание влога, потому что он получился немного рваным, как всегда. Сегодня мы решили сходить на выставку в Катар, фотографический музей. Они приехали с выставкой из-за экономического форума. Ну, точнее, там как-то что-то друг на друга повлияло, поэтому эта выставка, в общем, у нас. Мне очень понравились фотки. Потом мы отправимся ужинать в ресторан-сад, в который мы миллион лет собираемся. Наверное, уже год, да? Вот. И, наконец-то, вот сходим, поужинаем и расскажу про свой улог. Ну, у меня топ Алиэкспресс. Вы его уже, наверное, видели. Очки, конечно же, тоже. С Алиэкспресса джинсы Бевшка, мюли из Авито, и ремень E.T.H&M очень старый, и колечко из сувенированного магазина на Бали. Вот. А, и сумочка, кстати, купила я ее вчера. На самом деле, про эту сумочку очень есть забавная история. Я ее собиралась заказывать на Алиэкспрессе, но мы вчера ходили по магазинам, забрели в магазин Сенсей, и муж ее там заметил, и в итоге она там стоила даже дешевле. Она стоила 800 рублей на скидке, а на Алиэкспрессе собиралась заказывать за 1200. Вот такая вот история, поэтому сегодня еще такая сумочка. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что? Давай возьмем одну питу и мусс, а вторую, что-нибудь из-за этого. Ну, это, мне кажется, уже хлеба. Перебор? Много хлеба. Хорошо. У меня здесь привлекают трюфи, но с ягнелкой, мне кажется, перебор. Я думала взять, типа, томатную сальсу и моцареллу. Ну, это просто. Ну, я тут эту трюфель, давай. Да? Думаешь? Да. Ой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...